добрый вечер у нас начинается новый учебный год 24 25 годов и перед тем как начать ежегодный разговор о пользе танскрита я хочу чтобы мы сегодня поговорили исключительно про деванагари то есть некоторую стадию предсанскрита я начал изучать деванагари в 2002 году собственно а вот оля смотрит на мои прописи и думает что я писал куриной лапой я действительно когда с высоты прожитых лет смотрю на свои старые прописи думаю как я мог так отвратительно писать значит но скажу свое оправдание то в учебнике веры александровны написано еще хуже значит еще хуже чем у меня вот то есть там просто грубо нарушены пропорции и этого нет никакого оправдания то есть в учебнике наиболее тиражируемым на русском языке правила написания даны с ошибками именно поэтому я надеюсь что в двадцать пятом году мы все же наконец-то вряд ли в цветном виде но хотя бы в черно-белом издадим исправленный вариант прописей а чью-то дополненный нашими наблюдениями над теми ошибками которые люди допускают не в каллиграфии в чисто писание вот то есть у нас есть две совершенно разные ипостаси когда я наталью пауну лихушину два года назад тому попросил записать каллиграфический знак даванагари я понял что она не знает как его записать потому что это разные навыки и и придумать на ходу невозможно то есть от того что ты умеешь красиво писать ручкой это ничего не означает ты не можешь даже элементарно соблюсти пропорции в каллиграфии поэтому будет такое два в одном это будет советы по тому как писать ручкой с выходом на уровень каллама и вот с теми наблюдениями которые я наблюдаю наблюдал сотни домашних заданий которые присылали люди теперь воля наблюдает за тем как люди пишут и мне кажется что количество ошибок не бесконечно и они поддаются классификации и некоторые из них можно и нужно описать и показывать не только как правильно но и как неправильно например одна из проблем заключается в том что когда я обучаю даванагари я часто пишу мышкой и мышкой соблюсти пропорции знаков я не всегда могу на экране поэтому удобно иметь бумагу миллиметровку вот это все таки скорее для каллиграфии а для чистописания мы берем тетрадь в клеточку вот есть такие места где даванагари обучают за четыре занятия я считаю что это спешка и спешка ненужная у меня был ученик который изучал аллигатуру два года это другая крайность четыре занятия слишком мало а два года слишком долго и собственно сегодня я хочу чтобы мы каких-то практических вопросах поговорили начиная со следующей недели то есть в сентябре начнутся несколько новых групп по даванагари группа в 6 утра суббота групп 6 30 группа 9 утра суббота группа будни восемь вечера и группа будни вероятно 15 часов дня то есть обед обедняя группа будни вечерняя группа будни вот и вот все эти четыре группы будут проходить деванагари этого мы начнем то есть первые первые пять занятия из учебника санскрита вера александровной кочергиной мы их проходим за шесть занятий за шесть занятий плюс одно вводное когда получается за 7 за 7 занятий до за 7 занятий мы погружаемся в нашу слоговую письменность давана грисамок сам деванагари ничем особо не примечателен ничего сакрального именно в деванагри 200 лет тому назад в калькутте прекрасно и давали и только так и умели издавали санскрит бенгайским письмом бенгайским шрифтом а если вы прийти например в понди чири в институт эндологии то вы не найдете ни одну рукопись записанную в деванагари они будут записаны письмом грандха распространенным на древидийском юге то есть в мире немало санскритологов в индии которые даже не умеют читать или писать а деванагари то есть даванагари это не равно санскритица это не равно санскритица это мода последних 200 лет даванагари письменность молодая еле насчитывает тысячи лет вот на какую-то слоговую письменность все равно необходимо проходить для того чтобы проникнуться индийским способом мышления в частности для рецитации необходимо пользоваться слоговым письмом индусы свое время в отличие от греков не стали дробить звуки на гласные и согласные для них слог является неделимой единицей является акторой то есть шар это течь акшар это текучесть то есть мы не можем то есть в индии прекрасно развито представление согласных и гласных они в этом плане опережали весь мир на 2400 лет в том плане насколько глубоко они двояко умели классифицировать звуки по артикуляции акустике в этом плане они превзошли греков на на тысячи лет но при этом сами для своих подсчетов для своих своего удобства рассматривали именно слоги они звуки и поэтому все равно нужно иметь в запасе какую-то слоговую письменность и почему бы не даванагари тем более она распространена на севере ничего священного в деванагари нет это красивая удобная письменность свое время в 2005 году я сделал две реплики старинных европейских шрифтов деванагари значит те кто видит мои списки лига тур которые изначально прилагались к хрестоматике наталья павловна лекушиной потом также входили гармошкой приложением к санскритской грамматики миллера и кнауэра я знаю что есть две разновидности немецкий шрифт и французский шрифт шрифт шлигеля французский и шрифт немецкий значит два шрифта в общем я получается их вернул обратно в оборот потому что я считаю что они несут определенную такую декоративную функцию они красивые они непривычные для индусов но например большой петербургский словарь и малые петербургские словари они напечатаны именно шрифтом шлигеля который он специально собственноручно создал для петяки бхагаладгиты в 1821 году то есть я интересуюсь историей Деванагари типографикой Деванагари но собственно вот последние получается два года и каллиграфии Деванагари занятий по каллиграфии Деванагари в обозримом времени у нас не запланировано у нас доступны наши записи с отчитом плавом в записи но заново делать курс по каллиграфии Деванагари пока не вижу необходимости может быть через 34 года и соберется необходимое количество желающих в этом году в центре восточной литературы в российской государственной библиотеке значит Оля нашего лейтенента провела цикл занятий на котором она рассказывал про Деванагари и в течение ближайшего полгода эти записи будут выложены и те кто не в состоянии посещать платные наши групповые занятия могут прикоснуться и погрузиться Деванагари по этим записям которые постепенно будут выкладываться по прежнему доступен в контакте бот значит если попасть на главную страницу сайта samskrit.ru то оттуда ведет ссылка на бесплатный курс изучения санскрита состоящий кажется из пяти модулей и один из них как раз это Деванагари то есть для того чтобы изучать санскрит первые несколько месяцев вы вполне можете попытаться самостоятельно попробовать насколько она отрывается у вас и получается но в дальнейшем а я знаю тысячи людей которые изучали санскрит я утверждаю что самостоятельно пройти учебник Веры Александровны нужно быть человеком определенного склада характера и обладать определенными волевыми качествами то есть что бывает весьма не часто то есть я знаю трех людей которые самостоятельно хорошо смогли усвоить уроки из учебника санскрита Веры Александровны то есть все равно рано или поздно возникает необходимость преподаватели хотя бы потому чтобы боевой дух который постоянно будет вас покидать разжигался потому что чаще будет так то вы не будете понимать то есть часто будет так что вы ничего не будете понимать и и ощущение понимания будет возникать кратковременно и она будет недолговечен поэтому надо обладать определенным мужеством чтобы вопреки всем тем трудностям которые возникают при изучении древне индийского языка продолжать поэтому даванагари можно попытаться самостоятельно для этого необязательно посещать платные занятия но вот есть бот который мы составили в контакте в рамках общество ревнителей санскрита получается есть записи где ольга литвиненко рассказывает о написании конкретных знаков они будут выложены в течение ближайшего полугода в обществе ревнителей санскрита получается в контакте и в телеграме фейсбук у нас потихоньку умирает наверное их надо будет продублировать не только фейсбук не только на ю тубе но и где-нибудь в контакте потому что ю туб у нас тоже теперь умирает все теперь дублировать в разных местах вот это о том что то было ранее сделано если у нас какие то вопросы я там видео великали какие-то сообщения ой я что-то там интересно есть там были вопросы каком виде будет вы дадите алфавит алфавит оль можешь ли пожалуйста скопировать ссылку знаешь ли где на самской там лежит уши на алфавит знаешь нет как она поет да сейчас попробую найти у меня просто отдельный файл он он нет файлам не надо ссылка на значит санскрита . ру слэш варнама ламма м варнама ламм это будет именно ссылка на алфавит да пожалуй вопрос по алфавит это вопрос хороший а значит мы алфавит учим как песню в россии никто больше так не делает это наш наша изюминка значит сколько лица занятия занятия длится редко меньше двух часов то есть я стремлюсь к тому чтобы она длилась полтора часа изредка у меня получается чаще два часа в будни вечером у нас бывает время или 19 30 или 200 тут мы смотрим исходя из того то удобно тем кто может конкретный день у нас отпадает четверг четверг у нас будет день для ликбеза у нас будет курс ликбез по лингвистике он начнется в обозримом времени сперва будет 8 занятий по четвергам 8 вечера ликбез по лингвистике а потом еще будет вероятно еще 8 занятий ликбез по санскритской компьютерной лингвистике где уже я буду рассказывать о том как пользоваться компьютером для изучения санскрита это будет по четвергам по пятницам мы продолжаем изучать бхагавад гиту поэтому пятницы у нас выпадают четверг у нас к ликбез день ликбеза пятница гита по субботам 8 вечера я надеюсь мы продолжим наш разбор тысячи имен вишну прям с начала сентября надеюсь возродимся заходите к нам послушать как успеваем за раз раз пять имен из тысячи имен вишну те кому интересна древнеиндийская мифология и как устроены слова это получается по субботам вечером то есть суббота тоже выпадает а воскресенье вечером у нас перевод рамаяны но только в пять часов вечера в пять часов вечера у нас перевод рамаяны это уже такие более продвинутые занятия требующие некоторую подготовку а вот что точно можно помимо деванагари это воскресенье в 10 утра на первый санскрит с ушей мы в сентябре начнем новый блок из четырех мантера то есть блок длиной в месяц там занятия длится где-то полтора часа это полтора часа вот воскресенье утром получается 10 то есть получается вторник вечер уже занят там идет группа по грамматике остается понедельник или среда то есть будний вечер и возможны или в понедельник или в среду в 19 30 или 20 мы посмотрим исходя из того что удобно большинству вот это насчет будни не знаю ответил ли так что мы хотели посмотреть там просто по поводу вопросы по поводу по каким дням с какой периодичностью занятия ну то есть вы должны сказать вам удобно условно суббота утра там не знаю суббота день или суббота но суббота вечер получается уже заняты то есть понедельник среда удобно ли вечер или день или суббота утра вот пожалуй такие три три варианта мне кажется можно будет обратиться к уратор курса чтобы расписание выдали групп потому что на слух не воспринимается просто каждый выберет группу которыми удобно и занятия каждый должен сказать что он может исходя из этого создадим группу да то есть каждый сперва говорит вот это я точно не могу а остальное можно исходя из этого в начале сентября а какая-то группа начнется в октябре какие-то две начнутся в сентябре какая-то начнется в октябре вот еще вопрос марсис юрьевич да алфавит уже нужно учить или можно дождаться начала занятий слушать его точно уже можно если улья получилось его найти и прислать сюда да я пришла прислала ссылку могу еще раз отлично его его надо надо его надо слушать учить возможно пока преждевременно а слушать уже да начиная нюансы произношения поэтому если кто-то выучит неправильно неправильно услышат постановка артикуляции переучить переучивать просто дольше да ну вот например оля сама она долго зрела к этому она например далеко не сразу была готова погрузиться в звучание на долго зрела зрела и вот назрела поэтому тут я никого не тороплю и не насилую просто звучащий санскрит это красиво и пока это доступно с нашим индийским наставником мне уж я сказала недавно на занятии что она же тоже не сразу уж это наша наставница по напевному санскриту она потомственная браминка и у нее санскрит и она тоже кандидат филологических наук как я что она сказала она сказала что она свое время рецитацию санскрита не изучала то есть она учила грамматику на обучала людей грамматики но она она грамматик не рецитировала но как-то есть стали поступать запросы именно на уроки по рецитации пришлось в это погрузиться и это нам не буквально на прошлом нашем занятии сказала что с тех пор как она погрузилась и начала изучать рецитацию она открыла новые грани санскрита для себя что правильное звучание это новое понимание правильное понимание и прям новый мир опять для нее в очередной раз открылся то есть даже для тех кто может сказать прекрасно знает санскрит правильное произношение еще лучше на секундочку на диссертация про санскрит написано на санскрите и этот человек говорит что и звучание помогает ей осмыслить значит нет для деванагри никакая база не нужно желательно чтобы ручкой не вываливалась из руки вот если этот если вы можете удержать значит писала хотя бы какое-то количество времени это в принципе достаточно ничего не требуется ну на самом деле значит чем хороша рецептация она помогает разбить стихотворные тексты на смысловые отрезки то есть понимая стихотворный размер а когда ты читаешь ты его невольно пропуская через себя начинаешь понимать оказывается что стихотворных размеров стихотворные размеры соотносятся со смыслами что длина смысла зашита длине стихотворных размеров и эти вещи на них невозможно пренебрегать бесконечно долго но это получается уже да это другая дисциплина получается то к чему я вас сейчас призываю и что мы сейчас будем показывать это санскрит для глаза это европейский подход да то есть европейских университетах традиционно санскрит совершенно мертвый язык язык письменный он никогда не звучит это европейский подход в индии санскрит никогда никто не пишет он только звучит то есть там только вариант для уха и вот эти две два разных подхода санскрит для уха и санскрит для глаза на самом деле между ними нету непреодолимых противоречий и собственно я считаю что мне удалось рамках наших курсов объединить эти два направления мы умеем красиво писать и достойно рецитировать и в мире я не знаю такого места где вот давали бы эти оба направления в одном флаконе поэтому я горжусь своими учениками кто грузился и туда и туда потому что грамматика ради грамматики это то что интересно мне но я лингвист у меня скажем так мои наставники и моё образование не оставляет мне выбора и мне это интересно грамматика ради грамматики но я вполне уважительно отношусь к тем кто просто например учиться красиво рецитировать ну то есть например если хрис бы не прошла бы весь курс кочергиной а потом бюллера а потом не ходила на занятие по переводу рамматики я к ней также хорошо относился бы она говорит я хожу на уши для того чтобы эту ниточку не прервать у меня связывала с этим звучащим санскритом ниточка поэтому я приглашаю вас хотя бы на первое занятие которое пройдет который пройдет в следующее воскресенье 10 утра это для того чтобы послушать как санскрит звучит какой-то вопрос есть нет сколько длится базовые базовые блоки базовые блоки вы смотрите значит деванагари это один блок четыре занятия плюс еще три тире четыре то есть но на самом деле то есть два блока два раза по четыре учебник собственно наш учебник элементарной грамматики мы проходим для два года то есть минимум это два месяца какой прориточный минимум такой минимум грамматический это два года потом для тех кто хочет больше еще два года грамматики то есть четыре года грамматики это такой достойный полноценный курс санскрита это перед тем как начать какие-то практические вещи обсуждать смысле в плане письма я хочу чтобы задали вопрос потому что потом может не будет возможности на все ответить часа прошло еще есть хотя бы еще полчаса если какие-то вопросы организационного характера прикладного в плане деванагари что-то что вас волнует это просто вот есть вопрос грубо группы будут совсем для новеньких или вливание в действующую но если кто-то уже владеет деванагари он может влиться в действующую группу а так будут новенькие совсем новенькие группу просто как вы валетесь если они уже прошли деванагари ну можно конечно за неделю пройти весь деванагару но так хорошо значит если других вопросов нету когда я прошу значит оль показать страничку из тех прописей которые мы готовим к печати и выдать их наверное в виде ссылки чтобы участники нашего нашей беседы могли этот файл скачать и покажи пожалуйста тогда его и выведена экран ну если ссылкой тогда мне мне надо будет тогда сложить на яндекс диск например их и тогда еще сложить ссылку хорошо да значит это может быть это будет второй шаг потому что то что оля покажет это уже не то с чего мы начинаем а когда мы хотим красиво то есть каллиграфично потому что если с этого начать ну то есть побаловаться конечно можно но изучать деванагари сразу так это пожалуй перебор видно сейчас мой экран да да мы видим мы не видите мы видим прописи прописи которые мы готовили для участия фестиваля фестиваля день индии да у нас там проходил мастер-класс где мы обучали с помощью каламов там было в чате был задан вопрос что такое калам это вот такая вот деревянная палочка заточная под определенным углом но это был мастер-класс по каллиграфии обращаю ваше внимание и на этом мастер-классе мы учились писать вот этот знаком здесь как раз изображена последовательность и правильность написания элементов этого знака и вот в таких прописях у нас участники учились правильно держать кала правильно им вводить по бумаге правильно пользоваться чернилами и в конце должен был получиться вот такой красивый знак надо учитывать что срез который вот ольга показала наверху он ровно противоположный обычному английскому срезу то есть то как мы срезаем для деванагари это принципиально диаметрально противоположно тому что обычно можно купить в магазинах по каллиграфии что в россии что и в европе то есть каллиграфия для деванагари требует другого угла коса среза ну либо да либо купить специальные перья или бамбуковые палочки в индии для каллиграфии деванагари либо сделать самим чем мы обычно и занимались у тебя под рукой нету где-то внизу то есть у нас есть получается у нас есть такие и японские они же японские по-моему да значит ручки называется и изначально а чуть нам присылал заточенные в индии то есть купленные значит скажем у этого японского производителя и вручную доведенные до нужной нам кондиции но потом на самом деле наш Виктор Кочергин наловчился делать самостоятельно на болгарке даже лучше чем отсюда вот поэтому если будет кто-то уж очень ревностный то есть возможность получить совершенный прибор для каллиграфии да вот у нас тоже еще была красивая пропись просто с буквами я по редактирование не вижу потому что у меня закрывает панель зума вот это пример написания уже букв деванагари начиная с к ой откуда возникает вот этот самый скос такой треугольный значит что это такое вот вот по палубе да 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 вот вот да во первых у нас принято даже неважно занимаемся ли мы каллиграфии или мы занимаемся просто правописанием древнеиндийской письменности у нас есть ряд терминов он почему-то морской тематики нам нравится море видимо Мартас Юрьевич настаивает на такой на такой лекции да у нас есть палуба у нас есть мачта и у нас есть всякие дополнительные элементы хотя конечно же они имеют название на хинди на самом деле они не имеют нормальных наименований те наименования на хинди это новодел и этим наименованием от силы 70 лет то есть мой новодел принципиально не отличается от их новодела зато у нас это все хорошо запоминается потому что когда мы говорим палуба это горизонтальная линия над буквы все сразу понимают что что это такое и если вы посмотрите на экран то вы увидите что эта палуба рисуется под определенным углом 45 градусов как раз за счет того что специальные перья заточены под нужным углом конечно это можно сделать и прямым пером просто надо будет понимать как вывернуть это перо листь или палочку прямым пером пока напишешь один знак уже вспотеешь но пока если мы говорим про правописание просто а не про красивую каллиграфию то неважно ручка пишите это одна просто прямая линия она тоже называется палубой всяких скосов вертикальная линия это у нас мачта и на мачту мы накручиваем всякие дополнительные элементы то есть очередность тут имеет значение и очередность каллиграфии отличается от очередности написания ручкой да но поскольку мы пишем будем учиться писать ручкой как русское письмо как и кириллица деванагари пишется слева направо поэтому и элементы последовательно выписываются в основном слева направо ну здесь вот на букве к я не знаю видно ли вам циферки видно только надо немножко еще приблизить наверное видно вот рядом с каждым элементом стоит цифра то есть мы начинаем с левого кружочка он под цифрой 1 он не кружок он эллипс получается ну он получается эллипс но когда они будут ручкой рисовать это фактически будет кружочек мы же не про каллиграфию сейчас говорим мы говорим про просто ручкой написание это будет как кружочек потом следующим элементом будет мачта вот она под цифрой 2 следующий элемент справа незаконченный круг или полу эллипс как любит Марта Сюрьевич употреблять и обычно заканчивается все накрытием палубой это последний элемент когда вы дальше будете проходить дополнительные гласные Мартис Юрьевич уже сказал что алфавит Деванагари это абугида или слоговый алфавит слоговый алфавит означает что каждое согласное изначально содержит в себе гласную а краткую поэтому каждое согласное она произносится вместе с гласной например это я сейчас произнесла первый ряд или первую варгу которая называется каварга для того чтобы написать например ко или ке вот к этой букве которая сейчас на экране надо будет дописывать дополнительные знаки диакритики вот для того чтобы поменять гласную мы вместе согласны и для того чтобы получить эти файлы которые Оля показывает надо написать куратору и мы их вам просто так выдадим для этого надо написать куратору сегодня или завтра пока мы не забыли вот это вот буква ма я сейчас демонстрирую вернее произнесла неправильно простите просто ма в санскрите есть разница между краткими и долгими гласными и порой она имеет очень большое значение поэтому учитесь сразу произносить правильные долготы иногда это трудно потому что в русском языке таких нюансов нет мы любим ставить ударения а в санскрите роль играет долгота и она порой правит ритмом а сейчас перед вами гласная и краткая и и так она выглядит только в начале слова потому что если вы будете например писать и к плюс и то этот слог будет выглядеть по-другому и вот такого начертания буквы и там уже не будет потому что это именно слоговый русский алфавит кириллица это каждый звук имеет свое собственное написание а в Деванагаре слог пишем слоги это последняя буква современного алфавита ха в Деванагаре а это уже пошли сложные буквы перед вами сейчас джня по поводу которой идут споры как ее правильно произносить причем споры идут даже не среди западных ученых сколько и среди индусов носителей языка санскрита потому что в разных штатах этот звук произносится по-разному но правильно его произношение учит уша поэтому как его правильно произносить на уроках рецитации вас научат это тоже красивое начертание буквы сложное это кша лигатура вот такие у нас есть красивые прописи Марс Юрьевич слово передаю да оль покажи пожалуйста домашки то есть какие ученики совершают ошибки наверно самая распространенная ошибка пропорция почему мы просим вас первое время пользоваться тетрадями клеточку потому что так проще всего и вам и нам Марс Юрьевичу объяснять какие пропорции необходимо соблюдать для правильного и красивого изображения букв вот здесь пропорция считается это квадрат каждая буква почти каждая буква алфавита стремится быть квадратной мы ее должны вписать в условный квадрат это может быть равной одной клеточке вот как я здесь продемонстрировала например это может быть большая большой квадрат две на две клеточки и поэтому когда буквы заужены вот как на примере ниже кх она слишком узкая слишком маленький кружочек слишком близко поставленные элементы она не квадратная она приплюснутая с боков она узкая мы об этом предупреждаем и говорим про пропорции о том что буковки должны стремиться к квадрату наверное это самая частая ошибка я не беру ошибки когда ученик путает написание букв потому что в Тепанагоре есть буквы схожие по написанию но одна точечка или один хвостик меняют полностью звучание и значение буквы сложно сначала запомнить все эти нюансы поэтому всегда пишите себе шпаргалки алфавитные с ними проще всего выполнять домашнее задание следующее по распространенности ошибка ну наверное это можно сказать ну несоразмерность элементов я отнесу тоже наверное к пропорциям вот здесь например буква она должна быть не только квадратной но элементы справа и слева они должны быть уравновешивать друг друга здесь вот в этой домашке справа элемент слишком маленький вот этот ряд пха видно да как я курсором показываю элемент справа слишком маленький хвостик он должен быть побольше я попыталась это как раз продемонстрировать некоторые пишут буквы очень угловатые вот кстати по поводу пропорции буква та вот она она слишком узкая не квадратная то есть вот элемент сидения как у табуретки он должен быть побольше и палуба должна накрывать всю букву поэтому не зауживайте буковки вот тоже слишком узкая она она тоже должна быть вписана квадрат то есть вот эта вот петля под горизонтальной линией под перемычкой вот эта перемычка должна быть подлиннее а это как бы клетка на две получается ее пропорции должна быть побольше у Веры Александровны Кочергинов в ее учебнике некоторые буквы опускают так условное пузо на дно клетки вот у нее такие буквы Я вот ДХ ГХ вот эта вот например она ну то есть у нее самой нарушенной пропорции когда она опускает на дно вот этот элемент касается дна клетки второе нижнее полукружье и ученики которые не слушают объяснение Мартаса Юрьевича или пропускают по каким-то причинам свои занятия они повторяют ее написание получается что у них пузо этих букв лежит на дне клетки хотя оно должно висеть не касаться дна клетки но это просто от невнимательности вот некоторые еще например рисуют вот вместо этой буквы этой буквы на правильное ее написание это петля под перемычкой ну я уже говорила что перемычка должна быть чуть длиннее они рисуют леденец на палочке или просто как крючок рыболовный крючок это тоже а я кстати наверное могу что там продемонстрировать то есть на самом деле получается если ты берешь покупаешь себе учебник в учебнике написано так как писать не надо вот здесь пример написания целых слов в классическом шрифте дванагере палуба накрывает все слово целиком мы и обычно это последний элемент который мы выписываем после завершения всего этого слова то есть мы начинаем писать с левого с К мачту правый элемент потом мы приступаем к следующий буквы который тоже выписываем слева направо заканчиваем там это может быть одно слова это может быть целое длинное предположение под 1 палубой мы заканчиваем выписывать все эти знаки а потом уже накрываем единой палубой, единой линией горизонтальной. Это последний такой завершающий штрих. Некоторые ставят буквы очень далеко друг от друга. Это неправильно, это опять нарушение пропорций. Некоторые лепят буквы слишком близко друг к другу, так что они касаются друг друга, сливаются друг с дружкой. Это тоже неправильное написание. Может, другой пример, да? Другой почерк. Другой почерк. Ну, как я уже говорила, либо некоторые элементы в буквах пишут неправильно, либо они недописаны, либо отсутствуют. Вот, например, иногда вот эта буква на, вот она, на произносится. Здесь ее характерный элемент это точечка. Мы вырисовываем такой, почти похожий на доллар, на плодоножке висящей, мачте накрытой. Справа стоит точка. Вот если этой точки не будет, это будет уже другая буква. И вот такие элементы тоже бывать нельзя. Я бы сказал, что это не это не характерный элемент, это отличительный элемент. Отличительный, да. А характерным все же здесь является S-образная штучка, которая в данном случае, вот Оля выделила, S-очка убежала влево. То есть она под ветром согнулась, а она должна быть прямой. Да. Вот тоже, кстати, ошибка. Вот, сейчас попробую вылететь. Вот. Вот в этом, в первом варианте буквы. ой. Простите. Давненько не видел, чтобы точку ставили посреди. Да. Здесь, это что ж такое-то, вот в этом первом написании этой буквы точку поставили внутри знака. Это неправильно. Она должна быть все-таки в боку. А потом посмотрели и вспомнили, что она должна быть напротив полости. Бывает еще тоже непонятно, почему. Я грешу на доску, которую использует Мартис Юрьевич, когда демонстрируют написание алфавита. Забывают писать палубы. Это, кстати, частое явление. Каждая буква накрывается палубой. Без палубы это уже какое-то художественное изображение шрифта. Но это не то, чему нам надо научиться. Без палубы это уже бунджерати. Это не для награды. В гуджерати. Поэтому не забывайте накрывать гуру палубы. Это в гуджерати используется письмо гуру мукхи и вот в нем нет палубы. А во всех остальных слоговых индийских письменностях должна быть. Да. Ну, за исключением Брахме. В Брахме не было палубы. Вот еще одна из ошибок. Неправильное расположение элементов в гуджерати. Вот эта вот перемычка маленькая горизонтальная она располагается в нижней части не в верхнем полуку ружья. Это вот тоже возможно не всегда было видно на экранах, например. Ну, или просто не обратили внимания. Продолжается морская тематика, когда мы описываем элементы букв. Здесь не просто какой-то крючок, это буква ня, мягкая, ня, мягкая носовая. Мартис Юрьевич любит описывать ее как клешня краба. Она действительно правильно, красивое ее написание напоминает клешню краба. Морская тематика у нас продолжается. Иногда элементы скашивают. Скашивают слишком здесь красиво. Здесь красиво. Та хорошая. Да, вот, например, вот это последнее в ряду написание. Та, она слишком скошена под 45 градусов. Ну, то есть, если представлять, что это табуретка, на которую она и похожа, то с нее просто скатишься, на ней не сядешь. То есть, элементы. Но здесь даже самое плохое написание лучше, чем у многих самое лучшее написание. Да, да. Палуба никаких углов под 90 градусов. Она должна хвостики справа и слева над буквой нити. Поэтому она накрывает всю палубу. Что еще из ошибок? Ну, про отдельные отличительные элементы у каждой буквы придется запоминать. потому что есть некоторые буквы, где не дотянешь хвостик, и она будет похожа на другую букву. Зависла, простите. Так, что еще можно продемонстрировать? Не могу продемонстрировать, простите. У меня завис. На самом деле было показано достаточно достаточно много. Может быть, у кого-то возникли какие-то вопросы, что было показано, этого уже немало. Вот вам вопрос, Мартус Юрьевич. Основная цель курса больше понимания смысла в грамматике или что-то что-то еще. ну, когда мы учимся письмо, мы просто мы о смыслах даже не думаем. Это ясли, это даже не детский сад. то есть это ясельная группа. Когда мы занимаемся грамматикой, но мы тоже особо над смыслами не задумываемся. Над смыслами мы начинаем думать, когда у нас есть какой-то базис. грамматика по учебнику это первые четыре класса. То есть вот у вас будет законченная церковно-приходская школа. Вам по жизни встречались люди, которые имеют образование четыре класса? Мне кажется, я один раз с таких человеком имел дело. То есть как бы мало о чем ты можешь с человеком поговорить, то есть когда у него четыре класса. Поэтому значит смыслы, если вам интересны смыслы, вы приходите на занятия по именам вишню. Они целиком посвящены смыслам. А когда мы учим грамматику, это просто такой как это повод с вами о чем-то поговорить. Поэтому мы не сосредотачиваемся на смыслах, кроме именах вишн, мы сосредотачиваемся на формах. Значит, я обучался в Москве, а в Москве главенствует фортунатовская школа в МГУ и фортунатовская школа называется формальной. То есть я последователь формальной фортунатовской школы, я большой сторонник структурализма в лингвистике, поэтому смыслы и семантика это то, чего мы обычно пытаемся избежать, избегать, кроме занятия имен вишни. Вот это единственное место, где разрешено рассуждать на тему семантики и смысла. Март Сверджи, здесь вот еще молодой человек, SL, не знаю, кто это, давно держит руку, явно хочет что-то спросить. Давай, дадим его голос. Извиняюсь, в течение уже разобрался с вопросом, уже решена тема. Ясно. Ясно. Хорошо, еще вопрос, какой объем домашнего задания в страницах или строчках? Но я бы сказал, скажем так, давайте в часах. Значит, поначалу домашка редко занимает меньше четырех часов. Она нередко может занимать и шесть, для кого-то восемь, в исключительных случаях десять часов. То есть, есть люди, которые медленно делают, и я знаю случаи, когда человек поначалу проходя письменность в анагаре делает домашку десять часов. Ну, если вы прям очень шустрый, но два часа, в среднем я закладываю четыре часа на первые два месяца. В строчках не знаю, в страницах это по четыре пять страниц А4 исписанных с двух сторон. Поэтому это не в строчках, а в страницах. Ну, ой, по часам согласна в плане того, может? Ну, первые пять, я бы даже сказала, меньше трех часов, там больше делайте шпаргалки на все, на все делайте шпаргалки, шпаргалки, это хорошо, наверное, это единственные уроки, где можно делать шпаргалки, шпаргалки приветствуются в любых формах, видах и материалах, и вообще, где только можно, развешиваете. Я знаю людей, у которых шпаргалками заполнена вся стена перед их компьютером, и, наверное, еще на соседних стенах 50. У меня, вот, например, учебники все, они в закладках, потому что вот у меня такие шпаргалки со всех сторон. Первое время вам шпаргалки очень помогут в выполнении домашних заданий, это качественно ускорит ваши домашки и сохранит вам время. Первые пять занятий они простые. То есть нужно иметь перед глазами и нужно постоянно перед глазами иметь алфавит, то есть слушать алфавит уши, иметь помимо учебника отдельно алфавит, на который постоянно можно подглядывать. Тем не очень нравится курс Марта Саюрича, потому что он дает возможность ознакомиться не с одним способом написания конкретной буквы, а дает несколько вариантов написания. И потом, когда в текстах вы сталкиваетесь с первого взгляда вроде с непонятной закорючкой, то вспоминаете, что на самом-то деле вы проходили такой способ изображения этой буквы. И это очень интересно и помогает. Ну, то есть один и тот же знак в разных книгах записан порой разными способами. мы это все проходим и я готовлю универсальных бойцов, которым уже ничего не может быть страшно, их невозможно чем-то напугать. Это наши тоже отличительные черта. мы готовим ко всем возможным ситуациям сразу. Есть ли еще какой-то вопрос? Понятно, что за два разных языка я не дочитал. сообщение исчезло раньше, чем я дочитал. Понятно, что это два разных языка, но сильны ли различия написания Деванагари и Хинди? Ну, значит, Хинди это новоиндийский язык. Деванагари это не язык, это письменность. Хинди тоже записывается на Деванагари. А когда Хинди записывается арабицей, это называется Урду. Хинди записанной арабицей это Урду. Хинди записанной Деванагари это Хинди. Это новоиндийские языки. Есть среднеиндийские языки. А санскрит это древнеиндийский язык. То есть расстояние между Хинди и санскритом больше, чем между русским и санскритом. Огромное расстояние. Это языки совершенно разного устройства. Совершенно разного. Разница больше между Хинди и санскритом. Разница больше, чем между русскими и санскритом. Еще вопрос. Какими ручками писать? Гелевый шарик? Есть требования? Я люблю, когда ручка не царапает. Когда она достаточно жирная. То есть хотя бы 0,6. Чтобы она была не худенькая. Желательно, чтобы она была не черная, то есть синяя. Так лучше видно ошибки. Может Асюрьевич завис. В кижах видена плохая связь. Вы можете пока в чат еще накидать вопросы или руку поднять. Можете задать вопросы не только по грамматике санскрита, может по другим курсам вас что-то интересует. вообще даже несмотря на то, что я вам сейчас демонстрировала домашки с ошибками, очень часто попадаются домашки, где вообще править нечего. И это очень приятно смотреть. Я вообще восхищаюсь такими людьми, которые очень системны, аккуратны. Они молодцы. В этом состоит смысл преподавания, Ольга. Да. Есть приятные вещи, которые радуют преподавателя. Конечно. Тут два раза меня выкидывало из интернета, садился в компьютер, приходил долго жить практически. Я немного пропустил. Разбор домашних заданий и почерков ошибок. Нет, это я уже видел. Тогда нет, немного. Отлично. Жаль, вопросов больше. Можно, задать вопросы? Можно, можно, задувайте. о курсе тысячами OnVision. Так, задавайте сейчас, потом на письменное отвечу. Это подача домашнего задания. Это нужно будет фотографировать, сканировать свою тетрадь, да, посылать вам в цифровом виде. Вы проверяете, распечатываете, как вы исправляете ошибки. Ну, вот присылают Мартису Юрьевичу на специальный адрес для домашних заданий, свое домашнее задание. Кто-то сканирует, кто-то фотографию присылает. Это как вам удобно. И потом происходит, например, когда я проверяю, я объединяю их в один файл, подаясь, мне просто удобно так править. И я уже вот с тилусом красным помечаю элементы, на которые стоит обратить внимание. И обратно по электронной почте отсылаю ученику. Возможно, не только с комментариями внутри домашки, но и с каким-то комментариями в тексте письма. Это не обязательно. Если вы не хотите, то никто не будет проверять ваши домашние задания. Но просто даже у идеальных учеников, когда они устают, начинают выполнять домашние задания по грамматике, а не просто по написанию каких-то элементов, могут случаться ошибки. Когда у вас в тетради остается грамматическая ошибка, я их иногда тоже правлю, то, наверное, это будет плохо для ваших последующих. Запомните неправильно. Лучше, чтобы кто-нибудь поправил. Спасибо за ответ. Курс «Тысяча имен Вишну». Вообще, это мой любимый курс, потому что я фанатка этимологии, я фанатка мифологии, и это единственный курс, который удовлетворяет эти мои потребности. На первый взгляд он может показаться сложным, потому что мы разбираемся в составе слов, из чего они состоят, какая история, смыслы, в значении этого слова была. У нас на первый взгляд может показаться слишком много литературы, слишком много источников, которые нужно задействовать для того, чтобы вы погрузились в этот мир темологии, семантики. Но если вы переживете с нами несколько занятий на этом курсе и постепенно вольетесь, мы можем вам выдать несколько источников, в которых вы можете работать, даже если вы не знаете хорошо санскрит, даже если вы только-только приступили к изучению санскрита. Я в свое время этот курс начинала после уже, правда, где-то в начале десятых уроков Кока-Чергиной, то есть только-только начало грамматики. Первое время было сложно понять, но зато для меня это было настолько интересно, что как раз это поддерживало интерес к грамматики. Тухую грамматику изучать, конечно же, скучно, когда нет какого-то прикладного смысла. Вот курс по-тысячи имен Вишну, грамматика для него имела прикладной смысл. Это было интересно заниматься. Если кто-то мантры изучает, то для них, пожалуйста, или тексты хочет на санскрите читать, это какая-то мотивация для того, чтобы вы оставались грамматика и не бросали ее. Потому что вам очень часто и очень много раз захочется бросить грамматику. Она действительно страшная. С увеличением количества уроков этот снежный ком будет только накапливаться. Но если вы найдете себе побуждающую силу, которая вам нужна, грамматика, то вы ее переживете и закончите курс, до конца дойдете. Поэтому я всеми руками и ногами призываю идти на курс по тысячам имен вишни. Я надеюсь, что в сентябре мы все-таки наберем достаточное количество людей и продолжим разбирать эти. Санскрит не обязателен, Деванагри не обязателен, потому что там очень много литературы на русском языке. И поиск по источникам можно вести даже на русском языке. Очень много книг, мифов на русском языке написано. Прекрасно вы обольетесь в нашу команду. А мы вас походно научим с отловарями работать, с электронными справочниками. Короче, там очень много нужной, ненужной информации выльем на вас столько, что вы погрязнете. Так, следующий вопрос. Так, это я сказала. Сколько стоит обучение? Грамматика, один блок, четыре занятия, шесть тысяч. В сентябре он не прекращается, он идет по воскресеньям в десять утра. Мартис Юрьевич как раз приглашал в следующее воскресенье приходить послушать. Деванагари это самые-самые азы, а дальше как жизнь. Если вы заболеете санскритом, Деванагари это самое интересное. Если вы заболеете санскритом, санскрит из вашей жизни не уйдет никогда. Даже те, кто бросает санскрит, они либо возвращаются чуть позже, либо занимаются чем-то околосанскритским. Но если уж вы к нему пришли, то вы от него и не уйдете. Потому что среди наших курсов можно найти много всего интересного. И каллиграфия, и пение, и философия, и уже появились и логика, и лингвистика, и вообще у нас линейка курсов расширяется. Можно просто тексты переводить. Вот сейчас у нас идет перевод рассказа из Махабхараты про Нала и Дамаянти. Тоже очень интересно. Так, Евгения Соколова еще в руку подняла, хотела что-то спросить. У меня такой вопрос. Я остановилась и отошла в сторону после десятого урока Качергиной и после освоения МНО. Смогу ли я влиться в какую-то группу, которая примерно на этом же уровне? Ну, может быть, скажем, на предыдущих каких-то уроках? Я думаю, вольетесь, если сейчас группа сформируется и пойдет обучение, то на каком-то этапе вы к ней можете вполне присоединиться. Этот вопрос вы можете адресовать куратору курса или Марту Федоровичу, когда вы сможете влиться. Это не проблема, это нормально, многие так делают. Спасибо. То есть дальнейшее продолжение возможно. Ну, я закончила курс Кочергиной, потом Мартис Юрьевич пытался нас отправить временно на каникулы, но наша группа взяла его за грудки и заставила преподавать нам следующий учебник Бюллера. Вы слышали о том, что Мартис Юрьевич говорит, что Кочергина преподается в Москве. Учебник Бюллера обычно дается в Питере. Это две такие школы, которые противостоят друг другу. Но то, что не было Кочергиной, той мы добираем на уроках по Бюллеру. Это продолжение. Там тоже интересно и много нюансов. Сложно, непросто. Но если вы прошли Кочергину, то вполне в состоянии справиться с Бюллером, я считаю. Он интересен немножко по-другому. Сложнее Кочергиной. Кочергина иногда пишет не по-русски. Бюлер тоже иногда не по-русски. Его перевели и он пишет странно. Но с помощью Марта Юрьевича все можно преодолеть. А тем более у нас такие группы хорошие и коллеги по изучению санскрита прекрасные. Просто одно удовольствие заниматься в группах. На русском можно, можно на русском. Мы же прекрасно понимаем, что нельзя сразу же с бухты-барахты взять и сориентироваться в Дованагаре. В Дованагаре на Дованагаре, кстати, читать с листа немногие могут, даже из тех, кто знает санскрит. Мартис Юрьевич говорил, кстати, что он тоже предпочитает транслитерацию, а не Дованагаре. И очень редко кто на рецитациях, на уроках по рецитации читает именно Дованагаре, а не транслитерацию. А Уша, преподавательница наша, она подстраивается под нужды группы. Поэтому развивайте свои навыки. Знаю Дованагаре и некоторое количество санскритов, с локов, с химией. Прекрасно, приходите дальше, учите. Как? В сентябре мы планируем начать. У нас были каникулы до 14 сентября точно. Так что чем быстрее вы выразите желание куратору присоединиться к нам, тем быстрее мы начнем занятия на 1000 ММ Вишну. Да, Ксения, спасибо. Занятие Вишну в 8 часов вечера по субботам. Так, что еще? Все? Воскресенье нет возможности. Ну, если вы про грамматику, то грамматика несколько групп сформируется в зависимости от потребностей людей. Кто-то в будни, кто-то в выходные. Всегда есть варианты. Даже если вы начали заниматься в одной группе, это не значит, что вы не сможете потом влиться в другую группу. У нас часто люди переходили из одной группы в другую, группы сливались. Всегда есть возможность что-то найти, что вам подходит. Поэтому не пугайтесь, что что-то мешает вашим графикам. Так. Где они, что там Мартус Юрьевич вообще выпал? Не под это? Не подключится. Так. Прописи. Прописи, да, я обещала. Эгинесу. Нет, у нас нет курса по эгинесу, эгинесу. У нас все-таки... И недавно спрашивал Мартус Юрьевича. Чем интересен эгинес, эгинес, как его там правильно произносить? Он использует терминологию, принятую у панини. Кочергина и Бюллер, они используют терминологию, принятую у западных ученых, западных санскритологов. Это в основном латинские термины. Эгинес, он использует терминологию панини. Сразу же грузить этой терминологией, наверное, ученика опасно, потому что путаются среди всех этих специализированных терминов. И он базовый, он базовый, он неполный. Самые, наверное, интересные учебники по санскриту это Миллер, Залезняк. Кто-то там спрашивал о том, какую литературу надо перед курсами приобрести. Зависит от ваших потребностей. Если вы проникнетесь интересом грамматики, то, конечно же, вам понадобится что-то помимо Кочергиной. Я, например, сейчас, когда заканчивала Кочергину и сейчас учусь по Бюллеру, я пользуюсь и Миллером, и Кнауэром, и Залезняком. И мне эти все справочники очень нужны и они очень помогают. Потому что если чего-то не хватает в одном учебнике, я выращаюсь к другим источникам. Одно и то же правило, например, как правило Санхи, то, что уже успел пройти учебник МНО. В Санхи это правило благозвучия, когда одни звуки встречаются с другими звуками и они начинают взаимодействовать и могут меняться в Санхи. У Кочергиной некоторые правила вообще отсутствуют. У других авторов они описаны по-другому. И вы выбираете тот вариант, который вам ближе, который вам проще понять. Поэтому Залезняк он очень схематичен и при этом у него краткие, но очень емкие схемы. Ага, Март Сюрич больше не подключится. Ну тогда я наверное сейчас тоже буду заканчивать свои речи. Если у вас больше нет вопросов. Март Сюрич сложности со связью, поэтому он не подключится, извиняется. Да, тогда с вашего позволения я чуть-чуть помолчу, чтобы успеть прислать вам сюда ссылку на прописи, которую я обещала. Ну и попутно ладно, все-таки отвечу. Будут ли в этом году группы? Нет. Мы сейчас проходим Бюлера на 27 уроке. Это объемно и сложно. Больше мы вряд ли успеем. Прошлая группа по-моему была 4 года назад. И в любом случае для этого требуется время, чтобы собралось достаточно количества людей, которые хотя бы прошли какую-то базу для Бюлера. Поэтому, наверное, если мы закончим в следующем году, то не раньше, чем 4 года следующий будет Бюлер. Но это не значит, что вам нечем будет заняться. Всегда есть чем заняться. Так, сейчас я... Озвучите, пожалуйста, следующий вопрос мне на слух, пока я прописи вам готовлю. Пока отвечу, тут все вопросы, которые по записи на курс, нужно написать куратору. Я ссылку отправила в русском к самскритам. Вопросы и по учебникам, по книжкам, по собиям, и по занятиям, или по группам, в которые нам нужно перейти. Напишите, пожалуйста, куратору вас ориентирует, переведут, все ссылочки дадут. Иван, еще нет вопросов? У меня еще один вопрос, если можно. Угу. Я нахожусь физически в Израиле, вот, я заказал книги, давно уже получил, и обратил внимание, что они напечатаны в очень мелком, ну, шрифт очень мелкий, книги довольно маленькие, правочные. Вы про какую книгу говорите? Я знаю одну книгу, которая мелко неудобно напечатана, это Бюллер учебника. Это действительно трагедия, неудобно, кошмарно. Ну, это как бы они похожи, на самом деле, то есть, как бы, видно, сделаны вот эти все книги, они как бы серийные такие, с точки зрения издания, как бы, они чем-то напоминаются и обложки, и как напечатаны. Марцис Юрьевич старается издавать, следуя единому стилю книг. У него серия, определенные названия носят, и он старается ей как-то следовать. вот из всех кошмарных, которые тяжело очень читать, это пока издание Бюллера, но даже его планируют переиздать, поэтому это временное явление. Ну, вот пожелание, чтобы как-то сделать более так читаемую, читабельную, скажем. Соглашусь с вами, да, это у нас стоит в планах. так, еще вопросы. С какого числа начнутся занятия? Обсуждать в чате с куратором в Телеграм. Да, в кураторе с Телеграм. Можно звук выключить? Да, я думаю, нажала. Спасибо. Группы будут начинаться по мере формирования. Так, сейчас, сейчас я сделаю. прокуратору подбирать чат. Сейчас Клиня вам еще раз чат и пришлет ссылку. Файлки не сохраняются. Так, все, больше нет вопросов. сейчас я почти сформировала все, что надо. Так, вот три файлика. Скидаю ссылки в чат и можете забирать все участники конференции. Ссылка будет доступна еще точно несколько дней. Можете забирать. Открывается же, да? Почему словарь Косовича такой огромный? Словарь Косовича прекрасен. Он не огромен, он не закончен. У него всего лишь несколько словарных статей, основная из которых начинается на букву А. Апрелесть санскрита в том, и словаря Косовича в том, что все понятия существительные, которые существуют в санскрите с одним значением, они имеют отрицательное значение, если к существительному прибавить отрицательную частицу А. Поэтому все значения слов, которые даны в словаре Косовича на букву А, вы можете фактически, приложив логику, перевести из отрицательного значения в положительное. Поэтому достаточно для Косовича всего лишь одной статьи с буквой А, потому что это в основном для существительных отрицаний. Он прекрасен. Есть очень хорошие словари Косовича, прекрасный словарь Фриша, очень поэтичный. Мы очень любим словарь Смирнова. Так что Косович, он не огромный, он, к сожалению, даже маленький. Вот. Все. Правда ли британцы заставили? Это не британцы их заставили. Это когда к власти пришел Ашока в 300 году до нашей эры. Вот он разработал письменность Брахми и дикты Ашоки, написанные на имперской письменности Брахми. И первые его и дикты были выгравленные, выцарапанные, выдолбленные на камнях. И вот именно с того времени, это еще до англичан, священные тексты начали переносить на материальные носители. Поэтому была борьба между браминами и последователями буддистов. Потому что то, что было естественно для буддистов, то, что было святотатство для броминов. Англичане здесь ни при чем. На полку не влезать. Чтобы лучше было видно, зато шрифт хороший. Все. Если больше нет вопросов, давайте заканчивать нашу конференцию. Все равно Март Сирча уже нет. Спасибо всем за внимание. Если у вас остались вопросы, пишите куратору. Надеюсь, пока все не уйдут, у тех, кто не успел, есть еще шанс скопировать все нужные ссылки из чата. Спасибо вам за напоминание. Благодаря вам я не забыла скинуть прописи. Приходите к нам на занятия. Мы вас ждем и на грамматике. Я особенно всех жду на именах Вишну. Жажду вас там увидеть. Приходите. Главное, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь требовать разъяснений, помощи. Пожалуйста, сколько стоит курс тысячи имен Вишны? Я не помню, честно говоря. Задайте вопрос куратору. Не помню, простите. Хочу кушать. Приходите в воскресенье. Нет, он сейчас, Олег Ерченков не участвует в именах Вишны, но, насколько я знаю, у нас есть еще философский чат. У нас очень много разных чатов тематических. Если вы напишите куратору, вам дадут список наших чатов. У нас есть философский чат, где Олег точно присутствует. У нас есть чат о ритуалистике. Там Олег тоже присутствует, ему нужно вопросы позадавать, так что требуйте ответов куратору чата. Ксения, прости. Покальные, видимо, висят, не уходят те, кто мертвые души, что ли. Или вы еще надеетесь что-то интересное услышат. Спасибо всем за внимание. Хорошего вечера, может быть, у кого-то утро. Приходите, пишите, у нас интересно. мастер-классы по каллиграфии 1 октября в библиотеке иностранной литературы для тех, кто хотел красиво пописать. так, ну все, осталось 25 человек, вопросов больше нет, тогда я завершаю конференцию. всем спасибо, всем пока, ждите записи. иностранной литературы. Продолжение следует...